Привет, зритель! Нет ничего более грустного, чем потеря родного и близкого человека. Всем сердцем, привыкая к кому-то, очень сложно вновь остаться наедине с самим собой, зная, что больше никогда не удастся быть вместе с тем, кто покинул этот мир. Сегодня расскажем одну трогательную историю о потере, но милом сюрпризе для того, кто остался жить. Предсказать подобное вряд ли кто-нибудь бы смог. Антония Николь, пожарный из Лондона, выложила эту историю у себя в Твиттер, а люди по всему миру сделали ее вирусной. Мама девушки Федре Фиттон умерла в возрасте 69 лет. Она долго боролась с раком, но болезнь все равно не пощадила женщину. Родители девушки познакомились, когда им было по 16 лет. Все это время они проводили вместе, даже работали вдвоем. Диагноз стал настоящей трагедией для обоих, ведь стало очевидным, что разлука неизбежна и близка. Мама Антонии всю жизнь была добрым и светлым человеком, всегда много улыбалась и очень радовалась, когда та же улыбка не исчезала с лица ее дочери и мужа. Бывают такие люди, от них идет другая, теплая энергетика, с ними хочется радоваться, жить, делиться радостными моментами жизни. Перед смертью моя мама дала папе точные инструкции поливать цветы в ванной. Он безукоризненно следовал просьбе и поливал их, не переставая. «Они стали выглядеть настолько здорово, что папа захотел перенести их в новый дом», – написала девушка. Что же необычного в этой истории? Трогательно, что мужчина послушно исполнял волю своей покойной супруги, но был и один нюанс, о котором он узнал только спустя пять лет. Он обнаружил, что они пластиковые. Прям слышу, как мама хихикает, когда папа понял, что они даже не настоящие. Причем пять лет спустя это было так смешно, мы как будто почувствовали, что она снова с нами. Прелесть в том, что мужчина настолько старательно выполнял волю супруги, что даже начал верить в то, что цветы впрямь стали выглядеть лучше. Вот так супруга пошутила над своим возлюбленным, заставив его улыбаться, вспоминая о ней спустя много лет. История настолько полюбилась людям в сети, что они начали активно делиться ею. Публикация Антонии собрала 40 тысяч ретвитов и 132 тысячи лайков. Память о Федре живет в сердцах как близких, так и чужих людей. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроум на страничке в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.